Всем привет дорогие друзья! Сниму для вас очень полезное видео и согласитесь, что практически на всех смартфонах, хоть это андроиды, хоть это айфоны, любые модели телефонов, постоянно за нами хотят следить, отслеживать наши данные, отслеживать наше местоположение. И конечно же я все прекрасно понимаю, что полностью, вот прям полностью на все 100% не получится скрываться, не получится полностью себя защитить от сбора личных данных, от сбора данных о местоположении и так далее. Я это все прекрасно понимаю, ребята, я думаю, что вы тоже это понимаете. Но в наших силах делать то, что мы можем. В наших силах менять те настройки, которые разрешено менять и нету на них никакого запрета. Понятное дело, что разработчики могут вставлять скрытые настройки, которые будут отслеживать те или иные данные. Те или иные приложения могут следить за нами. Система телефона, оболочка, сама прошивка может следить за нашими данными. Это все понятно. Но давайте хотя бы сегодня в этом видео мы защитим себя от одного очень и очень популярного приложения. А это приложение наверняка есть у вас, наверняка есть у ваших друзей, родственников. Практически у всех оно есть, потому что да, оно удобное. Оно одно было из первых. Не нужно, конечно же, я вам желательно рекомендую пройти эти настройки сбора личных данных. И сейчас вы более подробно узнаете, что я имею ввиду и покажу эти настройки. А это приложение, как вы думаете, что это? Конечно же, ребят, это будет Viber. Viber многие пользуются, многие Telegram пользуются. Viber, WhatsApp это три самые популярные мессенджера, которые реально удобные, но все-таки нужно проверять некоторые настройки. Просто пройдитесь по тем настройкам и вы, возможно, сами удивитесь и не знали, что такое может быть. Заходим в это приложение Viber. Конечно же, свои данные я сейчас закрою. Потом в правом нижнем углу три полоски еще нажимаем настройки. И мы попадаем в настройки. Нас интересует пункт конфиденциальность в первую очередь. Смотрите, спускаемся ниже. И вот встроенная реклама. Разрешить рекомендации. Предлагать ваш контакт пользователям Viber, которые могут вас знать. Ну, зачем это нужно делать? Давайте отключим. Хотя, возможно, кому-то это и понравится. Но это не самая главная настройка, сразу говорю. Спускаемся в самый низ. И вот личные данные. Это именно те настройки, благодаря которым я, в принципе, снимаю данное видео. Смотрите, ребят. Собирать аналитику. Вот давайте просто вместе прочитаем. Собирать аналитику. Мы собираем данные о работе приложения, чтобы сделать его еще лучше. Мы не используем эти данные для каких-либо иных целей. Ну, фиг его знает. Отключаем. Дальше. Персонализация контента. Контент в приложении будет соответствовать вашим интересам. Ну, хорошо. Пусть будет. Но самое интересное это вот. Использовать геолокацию. Мы и наши проверенные партнеры будем использовать данные о вашем местоположении для подбора услуг рядом с вами. Ну, ребят, согласитесь, что нафиг надо эта настройка. Написано еще проверенные партнеры. Это какие такие проверенные партнеры. То есть, вы согласитесь тоже, вы наверняка не раз видели, отключите это, что появляется реклама, когда вы используете Viber. То есть, вот эти все рекламодатели, Viber считает их проверенными партнерами. Ну, возможно. Ну, там бывает такая гадская реклама, что прям ужас. Бывают какие-то спам-рассылки. И это тоже Viber считает проверенными партнерами. Но наверняка они продают наши данные вот этим вот спамщикам, которые присылают различные гадостные сообщения. Короче, ребят, я вам советую в любом случае отключить вот эти вот три настройки. И, так сказать, немножечко себя обезопасить от сбора личных данных. Вот такое получилось небольшое видео. Но я надеюсь, что оно для вас было полезным, интересным и точно понравится. Смотрите мои другие видео на канале. Там много разных полезных функций, фишек. Фишек Android, настроек, скрытых возможностей и так далее. Всем желаю, ребят, удачи, успехов. Поддержите это видео лайком. И всем пока.